Привет! Сегодня хочу поговорить с вами о трендах, но не с той точки зрения, что сейчас модно и что нужно обязательно купить, а с той точки зрения, как грамотно внедрить тренды в свой гардероб, чтобы не получался водоворот вещей, чтобы вы действительно этими вещами пользовались и они у вас работали. Если информация из этого видео вам понравится, дайте мне знать, ставьте палец вверх и присоединяйтесь на мой канал, если тема-стиль вам нравится, если вы хотите разобраться в этой, казалось бы, только на первый взгляд простой теме. На самом деле очень много нюансов, и помните о том, что мои видео нужно смотреть в комплексе, каждое видео связано друг с другом, поэтому проверяйте предыдущие видео, чтобы не потерять информацию. Прежде чем внедрять тренды, то есть модные вещи сезона в свой гардероб, подумайте про себя, насколько это вам вообще нужно и интересно, как вы хотите выглядеть, к чему стремитесь и какой гардероб хотите иметь. Например, вы просто хотите иметь современный гардероб, чтобы все вещи там хорошо работали, друг с другом комбинировались, а модные веяния вас не сильно интересуют. Или, например, вы очень следите за модой, вам нравится мода, и вы хотите выглядеть в соответствии с последними трендами, и все свои покупки делаете, опираясь на моду и на тренды сезона. Или вы стремитесь к современному гардеробу, который работает, но и интерес к трендам у вас тоже есть, и вы не против добавить что-то модное. Поэтому подумайте про себя, кто вы, и это тоже очень помогает разобраться. Лично я больше придерживаюсь варианта третьего, когда есть баланс между базовым гардеробом и небольшим вкраплением модных вещей. Помните о том, что существуют тренды, которые с нами один сезон, ну, максимум два, и все. Вот что-то было модно, и оно вышло из моды, больше не носим. И именно о таких вещах чаще всего рассказывают блогеры в своих видео под названием анти-тренды. Например, мы все с вами помним тренд на блузки со спущенными плечами, как они были популярны, висели практически во всех магазинах, и один сезон, то есть вы их купили, поносили, и все, быстро вышли они из моды. Или если из сегодняшних трендов велосипедки, то есть это будет мимолетный тренд, который с нами не останется надолго, сейчас они будут на пике, а потом все про велосипедки забудут. Также у нас есть тренды, которые остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов, и вот это уже более интересно, и с точки зрения логики, если уж и добавлять, то, конечно же, их. Например, тренд на высокую посадку на талии, то есть джинсы с высокой талией, юбки, это все с нами останется на протяжении еще некоторого времени, поэтому такие вещи можно смело покупать. Или тренд на кожаные изделия, особенно кожаные рубашки, то есть это еще с нами побудет, или, например, на весну тренч из кожи, или, в принципе, кожаные юбки, кожаные брюки. Есть у нас с вами еще тренды такие, которые я называю немного как вне времени, то есть они, в принципе, остаются актуальными всегда. И в какой-то момент происходит пик, то есть они набирают популярность, но когда происходит спад, такие вещи все равно очень хорошо работают. Например, сейчас на пике принт леопард, но на самом деле это абсолютно классический принт, который вне времени, и мы его можем с легкостью применить в гардеробе, даже если сейчас он не на пике популярности. Или красный цвет, то есть красный цвет, он тоже является абсолютной классикой, и вне зависимости от того, на пике популярности он сейчас или нет, мы его все равно с вами носим и любим. Или тема милитари, всегда хорошо смотрятся, те же ботинки в мужском военном стиле, по типу как доктор Мартинс, или, например, куртки с накладными карманами, сейчас на них бум и пик, но они всегда хорошо выглядят. То же самое на самом деле происходит и с нашими вещами, если говорить в целом. То есть есть такие вещи, которые вне времени, и их примеры чаще всего я привожу в моих видео, то есть что-то, что всегда выглядит хорошо и остается актуальным на протяжении долгого периода времени. И, например, у нас с вами есть вещи старомодные, здесь есть среди женщин абсолютный стереотип, что старомодные вещи не стоит сокращать до своего гардероба, так как мода, она вернется, и мы достанем какой-нибудь свой старенький пиджачок и сможем его заново применить. Вот здесь аккуратнее, потому что не всегда этот старый пиджачок сработает. Старомодные вещи, их все-таки выдает в большинстве случаев крой, наличие деталей, наличие отстрочек, может быть, материал. И да, мода циклична, естественно, циклы повторяются постоянно, но мода, она никогда не возвращается в том же самом виде, и часто старые вещи, они и остаются просто старыми вещами, которые невозможно применить. А вещи вне времени, они обладают таким усредненным дизайном, то есть им очень сложно дать временную оценку. Вот непонятно, это вещи сколько лет? Один год? Пять лет? Десять лет? Три года? Шесть месяцев? Вот такие вещи, да, они очень хорошо работают в гардеробе, и я думаю, что нужно учиться именно такие вещи выбирать для себя в магазинах. Но что-то мы от темы трендов отклонились, давайте дальше. Призываю вас относиться к трендам спокойно. То есть нет ничего страстного, если вы не купите какую-то модную вещь этого сезона, не добавите ее в свой гардероб, абсолютно ничего не произойдет. То есть если думать в масштабах современной моды, ну действительно моды, то мы все с вами не модные, потому что все настолько быстро меняется, и иногда очень даже сложно и понять вообще, что действительно сейчас модно. В этой связи я всегда считаю, что поиск личного, индивидуального стиля, вот что действительно важно. Несмотря на моду, то есть мода она в принципе достаточно порой и экстравагантная, и странная для понимания, и здесь нужно оценивать реально, то есть куда вы носите одежду, к какому типу вы относитесь, то что мы обсуждали в начале этого видео, то насколько вас действительно интересует мода и как вы хотите выглядеть. И вы знаете, иногда странно, когда люди добавляют модную вещь, которая им и в принципе не идет, только для того, чтобы казаться модным и современным. Мода это огромный бизнес, и абсолютно не все тренды можно вписать в свой гардероб, да и в принципе это не всем и нужно. Еще один совет. Добавляйте тренды с умом и под углом креативности. Что я имею в виду? Например, давайте возьмем очень яркий тренд неоновый цвет. Сейчас в магазинах вы увидите огромное количество вещей неонового цвета, особенно среди верхних элементов одежды, свитера и так далее. И это было бы слишком логично купить свитер неонового цвета, ну или какой-то топ неонового цвета, рубашку, и просто вот так вот добавить этот тренд. То есть это понятно и ничего особенного. И в принципе именно это и сделали очень многие блогеры или стилисты. А вот идти под углом креативности, под углом нестандартного мышления, на мой взгляд, это всегда гораздо интереснее, и это такой нетривиальный путь. Например, я знаю, что сейчас в моде неоновые цвета, и я добавляю их как-то, может быть, точечно. Купила лак для ногтей яркого неонового оттенка. Что это даст? То есть для других это даст понимание того, что я вообще-то в курсе, что происходит в моде, но в то же время я не являюсь жертвой моды. Или, например, добавить неоновый цвет в каком-то небольшом аксессуаре. Может быть, ремень или шарф или платок. Вот такая вот мысль. То есть подходить к добавлению трендов в свой гардероб тоже вот нестандартно. И самый главный совет, чтобы действительно грамотно вписать модные вещи в свой гардероб, выбирайте такие тренды, которые отражают вас и ваш стиль. Опять же, давайте на примере неоновых оттенков. Что я про себя знаю? Вот я лично про себя. Да не ношу я неоновые оттенки. Вот модные они там или не модные. Вообще все равно. Я не буду добавлять такой тренд, потому что это не про меня. А вот, например, милитари тема или оттенки хааки зеленые. Это уже ближе мне. И я с удовольствием добавлю в свой гардероб какой-то такой элемент, если в этом есть надобности. То есть, хотя бы он гармонично впишется в тот стиль, которым я обладаю. И только так я смогу эту вещь использовать и сделать образы различные на каждый день. В этом и суть. То есть, выборочно подходить к трендам и добавить такие модные вещи, которые не противоречат вашему личному стилю и уже имеющемуся у вас гардеробу, которые, наоборот, гармонично туда вольются, и вы сможете их использовать. Вот такая вот информация на сегодня. Надеюсь, что мои советы вам помогут грамотно внедрить тренды в свой гардероб. А вообще, очень любопытно. Поделитесь в комментариях, насколько вы следите за трендами, нравится ли вам модные вещи в своем гардеробе, что из трендов весны вы, может быть, для себя уже присмотрели, что планируете добавить, и насколько вам было бы интересно видеть на моем канале видео, что-то в духе, а что бы из трендов добавила я. Поэтому жду ваше мнение. Пишите в комментариях. И спасибо огромное за то, что вы провели это время вместе со мной. Я вас всех целую и обнимаю. Желаю отличного настроения. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующую субботу. До скорой встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok